Экономика в деталях В Кубани получили более 150 миллиардов заемных средств. Значительный скачок отмечается в сегменте ипотечных кредитов на 65% больше, чем в годы брания. Однако, как выгоднее выплатить долговую нагрузку, знают далеко не все. Сегодня все детали, эффективный схем погашения займов, узнаем у Виктора Паршина, заместителя управляющего Краснодарским отделением Сбербанка России. Виктор, здравствуйте. Полина, здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти к нам в студию. Итак, вы сегодня приоткроете завесу тайны и действительно прям правда расскажете, как платить кредиты таким образом, чтобы это было выгодно не банкам, а клиенту. Я постараюсь. Смотрите, если у вас есть ипотека, то я вас поздравляю. Вы сделали первый шаг на пути к тому, чтобы сделать свою жизнь лучше. Но как же с ним дальше жить и как сделать так, чтобы ваш платеж уменьшился и ваша нагрузка снизилась долговая? Для этого есть несколько способов, как можно сократить ваш финансовый платеж. Но, во-первых, можно воспользоваться программой для господдержки для семей и детьми. Если у вас после 1 января 2012 года родился третий или больше ребенок, то вы имеете право ваш текущий кредит перевести под программу господдержки и получить себе льготную ставку порядка 5%. Для этого необходимо соблюсти ряд условий. Первое, чтобы ваша квартира была куплена по договору купли-продажи, по договору даревого участия или по договору уступки. Но при этом важно, чтобы продавством выступало именно юрлицо, застройщик, либо же инвестор. Второе, ваша квартира или недвижимость стоит не более 6 миллионов рублей. Ну и третье, безусловно, чтобы была оформлена программа страхования жизни. А что касается досрочного погашения кредита или ипотеки, имеет ли это какой-то экономический смысл? И когда лучше досрочно погашать кредит? В первой половине срока или во второй? Есть разные мнения на этот отчет? Интересно узнать ваше. Да, смотрите, на самом деле погашение досрочное – это всегда выгодно. Почему? Потому что когда вы гасите досрочно, ваш полностью весь платеж уходит на погашение основного долга. То есть обычный платеж по кредиту, любой, платеж инвесторный, он соответствует с погашения процентов и погашения основного долга. И как только вы гасите сумму сверху, любую, тысячу, две, пять тысячи рублей, эта сумма полностью уходит на погашение основного долга. Это означает то, что вы в дальнейшем заплатите меньше процентов. Вам главное выбрать, то есть делать погашение досрочное с уменьшением срок кредитования или с уменьшением ежемесячного платежа. И как сделать этот выбор? На самом деле выбор довольно-таки простой. То есть здесь нет определенного совета, как лучше. Если вы сделаете изменение срока, то вы оставите текущий платеж, но при этом заплатите меньшее количество платежей и заплатите меньше банку. Если вы сделаете сокращение себе платежа, то вы заплатите больше, чем при первом варианте, но вместе с тем вы очень сильно можете снизить вашу нагрузку. То есть, например, платили 10 тысяч. То есть будете платить дольше, но меньше ежемесячно. И здесь есть большой плюс. То есть, допустим, у вас выплатишь 10 тысяч рублей, а стал 8 тысяч рублей. Если у вас есть в запасе больше денег, то вы спокойненько погасили больше и сделали также погашение досрочное. А если у вас их нету, то вы себя обезопастили от просрочки и заплатили только 8 тысяч рублей, которые у вас есть. Виктор, правда ли? Из рубрики «Правда ли» ходят слухи, что банки зачисляют в черный список тех заемщиков, которые досрочно выплачивают ипотеку. Якобы для банков это плохо, и потом очень сложно взять кредит. Нет, абсолютно это неправда. То есть, простой. Для банка погашение досрочного кредита – это, безусловно, снижение дохода, который он получит от клиента. Но в то же время погашение досрочное означает, что у клиента есть деньги, он платежеспособен, и он не выйдет на просрочку. Таким образом, банк нивелирует свои риски выхода клиента на просрочку и получения плохого кредита. А выбирая между недополучением дохода и полностью его потери, конечно же, банк выбирает первый путь. Тем более, так или иначе, но и клиенты к нам возвращаются за второй и третьей ипотекой. Открою секрет, у меня около трех ипотек открытых. Вот ровно потому, что я считаю это экономически выгодным. Интересное мнение. Вот недавно в Госдуме шла речь о том, чтобы многодетным семьям постепенно в государстве сделать так, чтобы свести к нулю проценты по ипотеке. Это как бы только разговоры. А какие есть привилегии сейчас у многодетных семей в выплате таких кредитов? У нас сейчас есть две программы поддержки. Первая программа – это если у вас родился третий и последующий ребенок, то вы имеете право получить субсидию 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. То есть вы можете просто при рождении оформить сертификат и направить деньги на погашение основного долга по вашей ипотеке, тем самым сильно снизить вашу долговую нагрузку. Плюс, кроме всего прочего, у нас есть программа маткапитала, которая положена уже за рождение первого ребенка, начиная с марта прошлого года. И вы можете, в принципе, этой суммой субсидии и маткапиталом полностью закрыть кредит на покупку квартиры, либо же дома. То есть эти 450 тысяч – это не маткапитал? Нет. Это есть отдельная программа? Да, отдельная программа. А как это называется? Вот как людям, что спрашивать, куда обращаться? Программа поддержки многодетных семей при рождении третьего и последующего ребенка с первого января прошлого года. Это тоже значительный такой бонус. Да, конечно. Вообще, как часто маткапитал служит такой палочкой-выручалочкой для выплаты кредитов? Ну, мне кажется, не статистики в части… Ипотеки, в частности. По ипотеке и использованию для маткапитала, куда его используют. Но из практики очень многие семьи при покупке квартир, либо же при рождении ребенка погашают именно ипотеку маткапиталом, потому что это снижение долговой нагрузки именно в моменте. То есть расходы маткапитала на обучение, образование, либо лечение – это возможно когда-нибудь потом, а ипотека еще сейчас. И ты уже сейчас платишь проценты, платишь, погашаешь, ну, и платишь килокредит. Поэтому погашение сейчас в моменте, оно более выгодно, тем более все мы знаем, что деньги во времени не обесцениваются. А что вы можете сказать по поводу рефинансирования? Действительно ли это такой выгодный инструмент для, как бы, упрощения своих платежей? Смысл рефинансирования довольно-таки простой. Другой коммерческий банк покупает на рынке кредиты, которым есть нормальная, хорошая кредитная история. То есть если вы заемщик добросовестный, уплачиваете платежи в срок, там не уходите на просрочку, то банк может вам предложить рефинансировать ваш кредит под более низкую ставку. Здесь только вопрос в двух составляющих. Это в сумме вашего кредита и в разнице между работодействующей и ставкой, которую вам предлагает другой банк. Вы можете посчитать легко разницу в платеже, сколько вы платили и будете платить, и дальше посмотреть, насколько вам это выгодно. Ведь при любом оформлении кредита есть дополнительные расходы. Например, при оформлении ипотеки необходимо оплатить страхование квартиры или дома, необходимо оплатить госрегистрацию, оценку и так далее. То есть эти все расходы обходятся от 10 до 40 тысяч рублей, смотря какая квартира, какой объект недвижимости. Соответственно, если ваша экономия в платеже и переплата больше этой суммы, то рефинансирование целесообразно и выгодно. Если разница составляет 0,1%, то сами понимаете, что при любой сумме кредита будет невыгодно вам. Скажите, а банк как-то может помочь в расчете этой выгоды? Потому что, мне кажется, все-таки среднестатистическому человеку сложно самому разобраться, посчитать все возможные расходы. Вот еще раз перечислить, какие дополнительные расходы понесет клиент, если он обращается за рефинансирование? Их ключевых три вида расходов. Первое – это оценка текущей объекта недвижимости, потому что, чтобы новый банк взял ее в залог, необходимо его оценить. Это сколько в среднем у нас в Краснодаре? От 2 до 5 тысяч рублей, смотря какой объект недвижимости. Второй вид расходов – это расходы по регистрации, то есть необходимо снять с регистрации, снять обременение с того банка и наложить обременение на новый банк. Это стоит, по-моему, около 2 тысячи рублей в Росреестре, в МФЦ это дело оформляется. И третье – это страхование объекта недвижимости квартиры. Тавки по страхованию варьируются в компаниях разных страховых, но это от 0,02% от стоимости квартиры, и до 1% доходит данные полюсы. Смотря какое страховое покрытие, какая сумма покрытия по данному объекту недвижимости. А в одном и том же банке можно рефинансировать? В одном и том же нельзя, процедура не имеет никакого смысла экономического. То есть банк в особых случаях идет клиентам навстречу и помогает снижать платеж, особенно если кредит был оформлен в 2015-2014 году. Если там большая ставка по кредиту, и клиент платит исправно, то любой клиент может в банк обратиться, и банк индивидуально рассмотрит его заявку, и может снизить ставку по его кредиту. То есть это не рефинансирование, это просто обращение в банк и разговор по душам. Да, здесь у нас есть одно маленькое ограничение, которое на самом деле очень важное. Есть нормативы нашего центрального банка. Если банк снижает вам процент просто добровольно, то для центрального банка это означает то, что у вас какие-то проблемы. Что вы платили раньше 100 рублей и платили хорошо, а сейчас платите не 100 рублей, а 90. И он считает такие кредиты потенциально проблемными, и заставляет банки делать повышенный резерв на эти кредиты. То есть банк и снижает ставку, то есть не получает доход, еще и получает повышенные резервы. Поэтому тут такая палка в двух концах, но тем не менее такая практика есть. Любой человек может обратиться за снижением. Опять-таки, если у него ставка 12-14%, банк индивидуально рассмотрит. Если вы получили вчера ипотеку под 8%, то вам банк вряд ли снизит какую-либо данную ставку. А вот налоговый вычет, насколько он может помочь в выплате долга? Налоговый вычет это очень хороший инструмент. Если вы работаете официально, то с вашей зарплаты ваш работодатель удерживает 13%, который определяет налоговое отчисление, 2 НДФЛ. Соответственно, любой человек имеет право эти деньги себе вернуть обратно через систему вычетов. Есть налоговые, имущественные вычеты, социальные вычеты и так далее. Если говорить про ипотеку, то любой клиент может получить себе порядка 650 тысяч рублей, 650 на вычетах. Это вычет на покупку квартиры. Максимальная сумма составляет 2 миллиона рублей. То есть вы возвращаете себе 13% от 2 миллионов рублей. То есть вы можете вернуть себе 260 тысяч рублей за приведение объекта недвижимости. И от суммы 3 миллиона рублей вы можете также вернуть 13% от выплаченных процентов. То есть получается на сумму стоимости объекта недвижимости в пределах 2 миллионов рублей и на сумму уже уплаченной банку процентов в пределах 3 миллионов рублей вы можете вернуть 13%. Максимальная сумма к возврату составляет 650 тысяч рублей, которые можете вернуть. Здесь важное уточнение, это можно по выплате процентов, вы можете делать только с одного объекта недвижимости, то есть с одного ипотеки, с одного договора кредитного. По выплате по недвижимости, это могут быть разные объекты недвижимости, пока вы не наберете сумму 2 миллиона рублей. И это можно сделать как в начале ипотечного ипотеки, так и в конце? Вы можете оформить себе ипотеку и делать данную процедуру по возврату части налога, которые были на сумму уплаченных процентов, и хоть ежегодно. Виктор, спасибо вам большое за такие интересные схемы выплаты ипотечных кредитов. Нашим гостям я напоминаю, что в гостях у нас был Виктор Паршин, замуправляющего Краснодарским отделением банка, и говорили мы о том, как выгоднее платить ипотеку. Если вы что-то пропустили, обязательно пересмотрите это интервью на сайте kuban24.tv, оставайтесь на нашем канале.